Я разрезаю провода Всё, да? Мы уже записываемся? Да, где камера-то еще? А, вон. Бля, неправильное начало. Всем совет, народ, с вами в очередной раз канал Хукалайф. Сегодня у нас в гостях специальный человек, специальный гость, который не нуждается в представлении, вы все его прекрасно знаете. Это Константин Лапутин. И еще один товарищ, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Сергей Путков. И Сергей Путков, который сегодня нам расскажет про новые продукты, которые служат для того, чтобы увеличить крепость вашего кальяна под названием Оринга. Бля, мне кажется, я спалился. Можно Оринга, кстати, попробовать покурить через Бонг, но, блядь, царство вам тогда небесное. Материться можно? Да. Заебись. Вот, начнем. Начнем от того, что я знаю, что. Да, у меня кальян. Егор у нас приехал в рамках Читура. Блядь, Читура. Читура. Нет, Читура уже закончился уже, как, в декабре. Оринга-тур. Оринга-тур, да. Да, не важно. Блядь, сейчас, ну-ка, порычи. Блядь, я попал, блядь, в это общество, этих... Блядь, этих картавых блогеров в ЕКБ, они, сука, захватывают. Вы думаете, почему я посередине сейчас сижу? И почему я в очках? Потому что они меня отпиздили еще. Не, блядь, это, типа, он сейчас с милым привык. Ты мои очки видел? Че-то, блядь, мне не нравится, пацаны, блядь. Вот, на самом деле, одним из самых больших фанатов ребят, как картавых блогеров, является Валерий Платонов. Славяло. Передайте, Валерий, привет большой. Привет. Охуенно. Давай в рамках Оринго Тура. Не проснусь, я слова с буквой Р. Немножко пообсуждаем данный продукт. Блядь. Тут у нас появились новенькие вкусы, которые лично я не пробовал. Так, ананас я пробовал. Нравится ананас? Мне не особо заходит, потому что у меня ощущение, что они изменили аромку. То есть, когда я до этого когда-то выкурил, сейчас он больше какой-то алкогольный. То есть, может под меня потоп подделали, не знаю. Блядь, скажи что-нибудь. Это сок с лаком для ногтей. Сок с лаком для ногтей? Это когда-нибудь пил сок с лаком для ногтей? Ну, знаешь, когда ты сидишь, пьешь сок, а у тебя рядом с тобой сидит твой парень и ногти красит. Да, шутка не смешная, нихуя. На ногах. Ты ногти красишь на ногах, что ли? Бесцветным лаком. Ну, хоть без эра, блядь, уже хорошо. Дальше. Клубника. Вкусная. Блин, клубника неплохая. Причем, у меня был прикольный косяк в туре. Короче, у меня был, ну, здесь есть у них аромат слива. Охуенно. Был, короче, аромат слива, и я открываю ее, а там клубника. И у меня, короче, в нескольких паках таких, у меня на каждой ленте есть такой пак. И в трех или четырех, короче, был аромат просто клубники в сливе, да? Хуй ты там угадал. Мы на косяки сейчас еще попозже поговорим, когда дойдем до фундука. Абрикос, абрикос нормальный. Заебись. Арахис. Вот арахис охуенно. Земляное. Мне вообще нравится ореховый вкус. Лимон. Лимон можно не ехать. Понять, странно, он цедровый, но как-то многие говорят, что он... Отдает мразью. Блядь, ты знаешь, какой на вкус мразь? Ты уже спрашивал, я тебе сказал. Обслужи это еще раз в камеру, мразь. Это вот, типа, когда ты занимаешься прокрастинацией, и немного с полоборота открываешь банку, и... Крастинацией. Чувствуешь это, чувствуешь мразь. Вот я вчера, когда на смену пришел, сосал, короче, леденцы. А-а-а. Вот. Вот леденцами отдает. Я думал, ты еще лак со вкусом, там с ароматом лимона используешь. Чернослив. Заходит. Загул? Да ладно. Какой загул? Да ладно, да. Вот я сегодня задание нюхать все. Запомни. Да я нихуя не вижу, блядь, в этих очках. Да на мою очки посмотри, невеликий. Не думайте, как сидеть, короче, пацаны. Короче, о чем обсуждать хорошие вкусы? Давайте по говну пойдем. Давай. Вишня. Охуенная вишня. Согласен. Блядь, я не знаю, почему, блядь. Вот эти вот люди, я считаю, вишня хорошим вкусом. Честно, по мне она не готова. Я, блядь, это неоднократно говорил. Мне вишня прям не нравится. Они говорят, что это, блядь, вкус какой-то там компота, чего-то еще, да. По аромату он неплох, но когда начинаешь курить, мне он дико не нравится. Причем со многими производителями я общался и все в один голос говорят, что вишня это самый сложный аромат, который можно придумать в кальяне, ну вообще в кальяне в табаке, потому что очень жило подобрать ароматизатор. Фундук. Это мой любимый вкус, кстати. Даже вот в этом составе, блядь, я могу его поить. Короче, я не хочу сейчас пачкать руки, но если поджать, там будет отбежать такая прозрачная водичка. Желтоватая. Желтоватая такая, маслянистая. Как будто кто-то пассал. Это мое. Как будто кто-то, а ты пассал что-ли, блядь? Я тебе подарю эту банку. Чан с фундуком. Ты будешь ее курить. Манго. О, вот манго мне понравился. Сладкий. Сладкий манго. Курча манго. Антоке Абдулин сказал, что, короче, это средний между зеленым и сладким. Мне он заходит, хотя он немного переоромлен. Абдулину понравился манго? Абдулину, в принципе, ничего не нравится. Кроме серного? Ну, да. И хумаря, потому что у нее привкуса табачки нет. Вот флаг для ногтей. Это дыня. Нет, дешевая мороженка. Дешевая мороженка. Не знаю, я дешевый, мороженки не покупаю. Блогеры могут себе позволить купить нормальное мороженое? Деньги есть. Хотя бы рублей за 12. А я... А ты заткнись и смотришь ланг. Да. О, банан. Банан хороший. Банан четкий. Да, Евгений? Да, Евгений. Еще раз. Ммм. Меденец какой-то. Мята, 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 мята. Ты мяту не хочешь? Зачем ты спиздил мяту? Потому что она вкусная. Мята вкусная. Бля, зачем ты спиздил Таню мяту? Хей-хей-хей! Ментол. Гергамот. Бля, никогда не понимал эти карта, блядь. Кофе. Кому-то нравится кофе? Нет. Кофе в воду. Кому-то заходил даже. Кому-то даже где-то мне... А, в Казани на дегустации, короче, какой-то дочек прям зашел кофе. Блядь, эль-факер, капучино. А потом какой-то отмоешь, что-то, не знаю? Да, нет, это дешевая арабика, типа, это, знаешь, кафе Борисович. Якобс, Монар, блядь, кофе. Знаешь, что это уже не самый дешевый? Самый дешевый, это с кафе. А, кофе Пиле, блядь, кофе Пиле в железном банке. Я тебе не понимаю, как он смотрит. Он сам не понимает, как он смотрит. Это очки для ЛСД. Вот, для тех, кто не пробовал ЛСД. Одинте скинь, и вы поймете, что будет в состоянии. Апельсин сухой. Это очки у кого-то запахнет. Кладмин Пилер. Он качественный. Цитрусовый вкус, они прям очень едкие на распорке. Прям, да. Ну как, удастся. Грейп Критер дает потом из банки, супер, реально потом. Ты нюхал, блядь, пот из банки? Блядь, я был, блядь, в Курдане, я занимался с портом. Я знаю, это дерьмо. Можем, пот стоит на анализ. Сдаешь пот на анализ? Пот, по идее, не имеет запаха. Запах пота придают бактерии. Бактерии придают запах поту. Не говори бактерии. Микробы. Микроорганизмы. Бацилла. Инфузории. Бля, понимаете, с платонов ты нахуй вообще повесился. Ты сейчас тоже картают начнешь после нас. Это заразная фигня. Че это? Акол прикольный. Бля, кола мне тоже не очень нравится. Кингерс 5. Смородина. Я не люблю смородину, она прикольная. Ну она лучше пахнет, чем кошачья моча, так сказать. Мед. Барк, как раз. Кому мед? Пух. Бля, мед, кстати, я вот ненавижу мед вообще, но здесь можно пупить. Мне, кстати, правительство ринга сказал, что он добавляет туда свой мед еще. Который, у него есть своя пасека. И он типа добавляет туда... Мне просто фраза свой мед пугала сейчас. Это дрядно или нет? Я помню, бомбили на Аргелине. Я не уверен даже, что это на самом деле до конца правда, но как бы Эдуард заявляет, что добавляет свой мед. Может быть, так и есть. А? А? Бьюст. Банки не бьются. Не бьются. Да, опять же, правительство заявляет, что банки не бьются. Но, как-то один раз в Красноярске я пизданул на баночку. И это была вишня. Сколько так больше делать? Канны разобьются? Тебя не заставят здесь убирать? Бля, у меня уже буквально. Да, бля, нахрен. Да, не бьются. А все потому, что у меня самые милые очки. Первое, где тебя больше всего набухивали? Ука Эйс. Ука Эйс. Ука Эйс. А где самые говеные кальяны? Ну, по статистике. А есть такая статистика? Ну, ты же часто ездишь по кальянам. Где хуже всего? Самые невкусные и самые противные делают? Слушай, да на самом деле на таких рукожопов и надо умудриться попасть. У меня пока не получалось. На любой хуй-каре матч? Ты просто... На мальч мы не берем в расчет. Сразу же поправлю. Я не был в Чайхане. На каких-то кальянах в Чайхане? Слушай, прикинь, я тоже... Нет, я был один раз в Чайхане, это была Чхана Лонского. Езжу два раза. Один раз в Самаре и один раз в Москве. В Самаре это был... Просто, блядь, мне принесли кальяное меню. Оно максимально страшное. И там был кальян, который назывался «Учкудук на троих». Так вот, там представляло собой какие-то три чайника, соединенных как-то между собой. И, видимо, это надо как-то курить еще. Я не представляю, он стоит в районе четырех тысяч. Я столько не зарабатывал просто. Потом в Чайхане в Москве Лонского мы там встречались с Сергеем Чебака и курили новый вкус Чебака. Поэтому ничего сказать не могу. Курил Дали? Да. Вкусно? Неплохо. Кому-то не нравится вкус черного чая? Да заболи, что ебанее. А на угле Дали курил? Я с Дали, блядь, курил, когда накурился. У тебя от Дали не болела голова? А я только на пассиве. У тебя не было такого чувства, что ты ешь варенье? Вот прям... Я покурил там два или три вкуса, и, в принципе, они будут по ароматике неплохие. Кому-то не нравится, допустим, Антоха Абдулин говорит, что ему не нравится вот этот вкус черного чая. Ему и все не нравится. Ему в принципе все не нравится. А мне наоборот это вкратовалось. Нет, понятно, что Чебака как бы по своей истории, по вообще тому подходу, как они это делают, мне кажется, на порядок выше Дали. А по безоромке. Потому что безоромки, блядь, в принципе, нет. Да. У Чебака мне нравится безоромка. Она далеко не всем законится на самой. Дали это прям слишком... Единственное, что непонятно, почему Чебака пропали сейчас. То есть да, мы с ними там когда-то работали, мы провели с ними тур, и все, и они пропали просто. Может быть, из-за этого они и пропали. Ты раньше в Арджилии работал, да? А? Ты раньше в Арджилии работал. Арджилия, да. А Арджилия тоже куда-то это? Не то, что я в Арджилии работал. У меня была франшиза Арджилия. Еще до того, как был даже... До того, как они запустили, в принципе, кальянные. То есть у них был аутсорсинг, который они там помогали открывать. И на тот момент, это был 12-й год, я вместе с ними открывал, да, аутсорсинг туалет. Который мне, кстати, до сих пор работает, но они под брендом Арджилии. А сейчас я с твоим каналом. С моим каналом, не с твоим? С твоим каналом. С твоим, что канал? С моим все охуенно. С моим все противоположно. Почему ты его забросил? Не то, что забросил, а я просто... Дело в том, что я просто тупо не умею монтировать видосы. У меня материалы до хера. Я снимаю всегда и везде, но я не умею монтировать. Зачем? Просто выкладывай ролики и все. Просто выкладывай то, что... Вот я наснимал, но это будет дикий трэш. Ну, там просто... Ну, есть моменты, когда мы там, допустим, в Севастополе у чувака побрили на лысо. Бритыми одноразовыми. Крэш была. Нет. Причем брил я, брил еще один чувак. Хозяин кальянный там, где мы брили. И брила мисс... Вице-мисс Севастополя. А может, именно этого и не хватает? Кальянному ютюбингу? Блядь, что я сказал вообще? Ютюбингу. Ютюбингу. Ну, путингу. А каких блогеров-то вообще смотришь? Ну, давай без всяких там крутых известных, типа меня или Костяна. Таких мы... Я в принципе не смотрю блогеров. Вообще никаких. Иногда могу посмотреть полюсор Казипа, потому что для меня это формат. Ну, просто мне надоело смотреть, когда вот стоит кальян, и условный блогер, назовем его РРР, да, говорит, что вот это кальян, вот у него инфузор, у него вот сверху там порт, там, не знаю, там... Ну, проще, блядь, говорить, что он стоит из нержавейки оси 304, и все ну что я должен знать перед нами колен душа нержавейка а если 34 диаметр шахты меняется где-то 12 миллиметров это 14 миллиметров у него есть зависимости от степени трезвости токаря у него есть блюдце трезвость только только вслушайтесь можно принести немножко нахуй блять сука как это развить до костяну тебе нравилось короче после этого выпуска саня хукалайф ищет новое место работы он ищет новый блять страну для жизни все это было лучше интервью в моей жизни добавляйтесь в пабок всем спасибо за внимание подписывайтесь на группу вконтакте колен эксперт подписывайтесь на инстаграм фукоплейс варшава приходите в на хули смолк и болгарский табак нью-йорке приходите приходите в на хули смолк и кб курить кальяны от константин лапутина вот завтра на смене и горчи гридов в челябинске в чехане номер два номер два я правда еще на номер два будет членами запустить натуре просто проект чехана номер два у меня на районе я живу на сортировке это такой блять самый ваще насмышленый сортировка там очень много мигрантов из средней азии и заказе там прокурор прокрастинирующий прокурор вот там и херена и узбечка и приходите в узбечку на минометчиков 7 блять теперь понимаю почему не платят за рекламу кому-то платят но не мне а в общем всем спасибо за внимание это был спонтанный непонятный выпуск полчаса несения всякой хуйни с вами был самый лучший колярный блогер константин лапутин и минусе горкой чисто пришли посидеть пообщаться всем всего самого лучшего всем блять муж его пока пока